Всем привет! Мы уже в пути, едем в Геленджик. Всем привет! Коля за рулем, впереди, я сзади сижу. Я лежу тут сзади, потому что я разболелась совсем. Ну, я говорила, что я начинаю болеть, у меня температура, выпила таблетки. Он все равно температура, ничего не помогает. Все они притом интересуются ротовирусными инфекциями, типа не заболели ли мы. Ротовирус нас не берет, а вот простуда банальная берет. Не, ну все может быть, ты не зарегайся. Короче, мы проехали Новороссийск и едем по Серпантину. Тут после Новороссийска несколько таких крутых поворотиков. Очень красиво. Горы, на них зелень растет, справа море, смотровые площадки. Но мы не останавливаемся, так как торопимся быстро в пункт назначения. Да, заселиться, отдыхать, тебе отляживаться денечек. Да, я буду лежать. Мы немножко пробили на один день там, потому что я буду болеть, лежать. Вот там справа море, красиво. Уже проехали себя под дедом? Уже все, наверное? Нет, еще будут повороты, мне кажется. Да, вот сейчас еще один поворот будет. Вот какие горы впереди. Вообще шикарно. У нас такого нету, мы такого не видели. Ну, в Хакасии есть, но они лысые. То есть они такие, как в Кусынике. Ну и не такие высокие. Ну да, таких высоких, конечно, нет. А здесь высокие, и все каких-то кустарников, деревья растут. В общем, как раз и там едем. Заезжаем в Геленджик. Вот надпись, въезд. Справа Александрийская церковь мы смотрели. И в пробке мы простояли где-то часа полтора, наверное. Ну да. Вон видно уже море, залив или бухта здесь, что-нибудь знаю. В залив, скорее всего. Уже скоро приедем. Мы заселились в нашу квартиру. Тут у нас зеркало такое. Ходная дверь в виде моря. Там уфон. Что тут шкафчик слева? Ванная комната. Все как обычно. Мыла нет. И душевая лейка опять неудобная. И змеевик, но он холодный на кухне. Так, я тут даже не смотрела. Газовая плитка. Мыла опять нет на кухне. И самое большое разочарование нет воды. Никакой. Ни горячей, ни холодной. Ну у них вообще только холодная, как они говорят. Да, у них вообще даже горячей не бывает. Да, вот газовая. И типа вот температуру воды. Вот видишь, можно быстрее. Сейчас не выставляй ничего, не меняй. Как было, так было. А, ну все, хорошо. Я даже не знаю, как это хрена. Так а зачем ты тогда крутишь? Я ничего не крутил еще. Главное, что есть холодильник, стиральная машина, но воды нет. Вот зал. Тут тумбочек нет. Мы немножко отодвинули диван. Там очень много пыли. Мы все пропылесосили. А вот почему пахнет из полисоса пылью. Почему? Смотри, сколько мусора в нем. Нифига себе. А почему его не очищают? Не знаю. Не аж это буду делать. Ну да. Хотя сказали, что здесь была клининговая компания, но мусора было здесь столько, что просто урос. Не знаю, как я буду дышать этой пылью. Посмотрим. Мы здесь решили не на трое суток, а на четверо остановиться. В связи с простудой. Отличная идея. Да. Что-то так себе идея оказывается. Зато кровать вроде как удобно. Одеял нет. Розетки возле твоей стороны нет. Да, розеток нет. Будем под покрывалами спать. Вида никакого. Ну, это в принципе не важно. Здесь шишки на дереве. Говорят, что там бегают белки. Можно их покормить орешками. Но я даже не знаю, какими орешками. Арахис можно. Я не знаю, что они едят. Будем посмотреть. Короче, убираемся, разбираем вещи. Еще четвертый этаж вещи таскать тяжеловато. Да, четвертый этаж. Вообще не подумали мы об этом. Ну, самое плохое, что воды нет. Что руки не помыть. Ну, сказали, будет вода с 6 до 12. И с 6 до 12. Утром и вечером, короче. Есть вода. Ну, это я про утро не поняла. Ну, короче, посмотрим. Баба, да, набирается. Вон там, в прихожую. Он синенький. Я пока, в общем, ничего не поняла. Я все понял. Ну, будет видно, как это работает. Разберусь совсем. Вот тут шкаф у нас. Что? У нас есть тут обувь карри. Так, а как ты работаешь? А, вот стиральная машина. Да. Она хочет воды. А как она включается? Знаешь, как в рамках включается стиралка Bosch? Bosch? А что, сложно, что ли? Вот от стиралки провод. Все. Она выключена, да? Она выключена. Все, сейчас все будет работать. А зачем воды-то нет? Ну, на всякий случай, вдруг дадут воду, и мы сразу постираем. Ага. Короче, немножко неудобно. Немножко прогадали нас в квартире. Очень много надо делать. И пылесосить, и убираться, и воду набирать, и все-все-все делать. И мыла даже нет. Ну, мы такие счастливчики. Плохо, что пол, плитка. Очень холодная. Я и так болею. Придется ходить в носках. Или в тапочках. Ну, у меня нет тапочек. Поэтому и в носках. Ну, подъезд тут, конечно, ужасно страшный. Да, страшнее, чем у нас даже в Лиссисе. Я у нас таких вообще не видел. Такой старый дом. Такой вот себе в Шаркове. Такой же стал печкой с 77-го года. Ну, у нас хотя бы тоже с 77-го года в Лиссисе. Да, но у нас тоже старый дом. Вот так постоянно что-то подкрашивают, что-то делают. Вот здесь, да. И окна, главное, не пластиковые. Вообще, лестница такая, как будто хочет столкнуть тебя. Нет каких-то щенчиков. Для нас это вообще дико. Газовые трубы какие-то. Нету решетки. Он может упасть. Такой себе. А мы пошли в магнит хоть что-нибудь перекусить. А то уже пятый час, мы вообще ничего не ели. Вот, зато смотрите, какие ящики. Вот 45-я квартира наша. Молодец. О, привет, Косик. Рыжик. Косик, видите, тут. Короче, в магните ничего нету. Даже еды нет, ничего. Ни салатиков, ничего. Мы играем в игру «Посчитай котов». Раз, кот. Кот. Здесь. Два, да? Кот. Кот. Ой-ой, да-да-да, мы все живем, ничего не бойся. От нас пахнет Сибирью. Он говорит, вы меня забрать хотите? Не-не-не, ты видишь, типа провалил я сюда. Он напугался прям. Три кот. Три кот, вон, за приорой. Три кот. Ага, на Минкуно, по-моему, все там. Третий кот. Угу. Ну как вот этот, три кот, да? Ну, это четыре кот. Чикадо. Четвертый кот лежит. Пятый, рыжий, возле дома. Да. Вон еще один кот за кустиком идет трехцветный. Вот кот. Вон еще кот сидит. А где еще один? Вот под машиной. Вон еще черный идет возле подъезда кот. Девять, под машиной, десять. Это только в одном дворе. Уже больше десяти, по-моему. Да? Я уже сбил. Я тоже. Мы не умеем так далеко считать. Я умею только до раз-два-три, когда я Ринку фотаю. Я говорю, и раз-два-три, и фото, и все. Больше у меня счет заканчивается. А, не везде кот, и везде. Как пауки Витя делал. Хотя здесь, наверное, и пауков тоже много. Смотри сколько шишек. Угу. Да, у нас с балкона видно шишки. Тоже. Мы с столовой вилка-ложка. Взяли вот такая вот у нас, в общем, еда. На сколько вышло? 570. Но все в пластике. Столовая такая, ну, такая прям не очень. И даже суп в пластике. Ну, мы будем судить по качеству еды. Да. А это же тарелок, да, нет? В контейнере. Тарелок нет никаких. Мы дошли до набережной. Тут вот фонтанчик. Сами пляжи. Коля сейчас прошелся, ему не понравилось говорить. Не в восторге. Очень вкусно. Но у Широка только в Витязево. Даже в Анафиле узко. Это узко занято 90% лежаками, зонтиками. Ну, так везде. Весно. Зато здесь песочек. А справа тоже песок? Нет, там галька. Да? Да. Видишь, на любой вкус. Песок, галька. Чувствуешь? Не вкус. Я чувствую, только курием пахнет. Везде причем. Вот это вот. Электронными сигаретами, вейпом, кальянками. Вот это вот это чувствую. Везде. И дома, и на улице. Ну, море мутное. Мутнее, чем Витязево. Переодевалки крытые. Переодевалки крытые. Четыре штуки. Ну, в общем, как-то вот так. Как-то вот так. А сама местность? Сама местность красивая? А? Местность красивая? Ну, в море, посмотри, какое мутное. Оно грязное, да. Но это здесь, возле пицца. Ну, там тоже, наверное. Море, да, грязновато. Мутновато. Будем искать какой-то пляж. Что-то высматривать. Я читала, где хороший пляж. Ну, вот, значит, поедем туда. А сюда будем вечером на прогулки ходить. Тут глубоко. Хоть песок, но сразу глубоко. Вот там температура обозначается. Видишь, какая жара? А время уже шесть. Очень много деревьев. Даже в дальнабережной. Деревья с шишками. А вот это тоже большое дерево. Пальмочки. Небольшие, но пальмочки. Скульптура маэстро. Привет, котики-обормочки. Раз котик. Два котик. Три котик. Три котик. Может, мы в Египте. Вместо клинджика. Да, да, да. Хочем. Опять идем в магнит за водой. Подожди, воду мы взяли. За чем-нибудь на ужин. Ёгурты, булочки. Вот такой вот нужно купить. В общем, ну, вон, видите, мы решили немножко затариться местными продуктами. Единственное, что мы не местное взяли, это любимый сок. Остальное все местное решили попробовать. Интересно же попробовать то, что у нас нет. Товары Кубани. Магнит у дома, он такой маловатый. Тут мало что есть, нет еды. Краусаны топчик сразу. Ну, Краусаны, ну да, но мне уже надоели. Я уже наелась их там в других городах. Пришли домой, бачок у нас набрался. Вода в кране есть, потому что после шести включают. Это радует. Можно помыться, потому что мы все мокрые, с дороги пока ходили тут. Да, уже, наверное, никуда уже не... Ну, я-то точно болею, не пойду мне. Я тоже не знаю. Просто лечь с температурой и просто полежать отдохнуть. Ну, скажи же, когда мы уже закупились еды, уже стало гораздо спокойнее, да? Да, гораздо. Что не надо никуда бежать. Ну, я сейчас покажу, чем мы купили. Там нам еще ролл, там доширак оставили, картошку, лапшу. Соки. Хозяева, да, соки. То есть уже знаешь, что... Что-то у нас есть покушать. Да, что можно перекусить. Не надо никуда уже сегодня идти до ночи. И еще очень важно, что можно постирать. Вот я взяла порошок. Ушастые няньки, никакие больше тут не было. Взяли выпечку, какие-то булочки. С такими разными начинками местного производства, видимо. Пирожное медовое и эклер. Как продавщица ела эти эклеры, одну за другую пачку. Сказалось, очень вкусный. А, и здесь еще крапсаны тоже. И в печке. В магните взяли вот такие йогурты. У нас таких нет. Они, наверное, какие-то местные. Да, местные. Сок, сардельки. Кстати, мы... Краснодарский край, город Абинск. А что это био-йогурт? Или что, как он называется? Посмотри. А, нет, просто йогурт, не био. Мы даже с тобой срок годности сардельки не посмотрели. Это страшно. Еще я взяла себе лимон, чтобы пить воду с лимоном, чай с лимоном. Ну, короче, витамин С мне нужен, да. И маленький-маленький сахарный малыш-арбузик. Никогда мы вообще с тобой не брали маленький арбузик. Когда в самом городе тоже продавались, то мы не брали. Но решили взять. Просто большой бумистик. Кровать, мне кажется, сильно узкая. Они все так кажутся. Ну, хотя это может быть 140, да? Да. Но мне кажется, везде 140. Вот у тебя нет розетки. Мы решили, что я буду под кондиционером спать. Мне было, что постоянно жарко. Она приустывшая ей поставила. Ирина. Ирина. А ты что, воду пил? А как ты догадалась? Да ты всегда мокрый. Ты всегда знаешь, когда я ем пельмени, когда я ем пинцо. Ты вот откуда все узнаешь? Когда какой я сок пил, что я пил в баре. Что ты ищешь? Чтобы сделать тебе розетку. Ну да. Нужно создать цивилизацию. Да. Вот. Цивилизация очень важна. Чтобы был уютный дом. У нас наступил следующий день. Точнее, вечер. Я весь день проболела, пролежала. Решила не сбивать температуру. И, в общем, весь день лежу с температурой. Терплю. У меня горло, нос, вообще весь букет. Всех говорят про ротовирус, ротовирус, да. Ротовирус нам не страшно. А Коля сегодня ходил на пляж. Сады Марея называется. Да, офигенный пляж. Он говорит, что ему понравилось. И ходил вот сегодня вечером на пляж, который находится по улице Садовой вниз. Который мы вчера скучали. Да, центральный. Такой ужас. О, боже. Если вы будете здесь, не ходите на этот пляж. Он просто ужасный. А центральный, наверное, еще хуже. Да, водоросли, грязь, вода мутная. Камни здоровые под водой. Ужасно. Плыл, плыл, отплыл 10 метров от берега, врезался в камень. Это как. Короче, нам, когда мы заселялись, нам хозяин сказал, что тут белки. Мы купили орехи. Мы пытаемся поймать белочку. Я тебе потом расскажу, как белочка ловится. Я не знаю. Для этого нам нужно магнит сходить и взять беленький. Короче, разложили орехи. Вот здесь. Сграй сюда, сграй сюда. И вот здесь же были, куда делись. Ты съел? Мне кажется, просто сегодня нет вот на этом дереве белок. Они еще не пришли или уже ушли. А вон там внизу, возле дерева, есть кормушка. Иначе здесь поят, кормят собачьих, кошечек, скорее всего. Не, ну белки зря не приходят. Орехи-то вкусные. Очень бля. Как ты их раскусываешь? Жубами как белка. Ага, да? О, хорошо. О, экзодиака весы. Если кто-то весы, то вот... У нас есть картина. В честь вас, да, здесь картина прям на балконе висит. Интересно, да? Да. Как нам здесь живется? Мы хотели стиральную машинку, но она не отжимает. Мы мучились, мучились. Там выключали питание. Один раз она отжала, но лучше бы она не отжимала. Она так ездит, что мы думали, придут соседи. Она приехала в другую комнату. Да и просто выгонят нас отсюда. Она просто... Ну, не могли коврик, да, резиновую коврик? Воды нету. Да, воды нет. И ее отключают, там, с 6 до 12. Ну, как вода греется, так прикольно. Нагревается. А, да, потом покажем, как вода греется. Еще чего? Почему мы сидим в темноте? Почему там темнота? Потому что... Включаешь какой-нибудь электроприбор, стиралку, чайник, микроволновку, выбивают пробки. Я посмотрел проводку, там, короче, сечение провода на один квадрат, даже не полтора квадрата, правда, тоненькие. То есть, просто не выдерживает проводка. Я вчера была в душе выключить свет, и думаю, ну, опять началось морское отключение. Оказывается, нет пробки. Потом мы думали, что соседи нам выключили из-за машинки стиральной. Ну, в общем, машинка больше так и не отжала. Мы выжимали все вручную. Пришлось включить свет. Вот, вещи, короче, сохнут. Нифига не сохнут на морях вещи вообще. Да. Ну, тем более мы их руками отжимали. В общем, вот так вот нам не повезло. А, вода как греется, сейчас покажем. Коридорчик. Пол очень ледяной для меня, больной. Поэтому мне тоже тут не очень холодно. Не, может, для кого-то это норма, то, что вот так вот вода греется. Ну, для многих, у нас просто город не газифицирован, но мы такого не видели. И там горит. И вода греется. Когда выключаешь воду, потом выключаешь. Все. Гасит. Очень волнительно так. Плита Маши мы говорили, да, 77-го года? Да, вроде. У нее вот здесь, как он называется? Градусный. Термометр. Коля ходит покупать нам еду. У нас персики, мектарины, сейчас того времени. Фундук для белок. Очень много фундука для белок. Что, ну, выпечка. И еда еще в холодильнике. То есть, я купил, но мы... Не пельмени я купил. Вот здесь в контейнере что-то есть, но мы еще не ели. Я так как болею, у меня аппетита особо нет. Вот пельмешки для Коли. Эта квартира точно-точно как моя. Да, первая квартира твоя. Она в один в один. Я у меня прям флешбеки, да. Как будто мы уже там познакомились с тобой, жили у меня в квартире. А потом, кто не знает, новые подписчики, мы после свадьбы продали мою квартиру Колину в Красноярске гостинку. И купили вот нашу трехкомнатную. В убитом состоянии. В убитии же. Ну, ничего. Мы ее отремонтировали за 8 лет немножко. Не может. Только моя квартира была чуть уже. С этой стороны, с этой стороны. Коридор был уже. Ну, ну, планировка такая же, да. Смотрите, как эти картины такие красивые. Как будто объемные все. В общем, так и живем пока что. Пока что, да. Пока что я дома. Надеюсь, Коля хоть завтра снимет пляж. Ну, может, я немножко подлечусь. А то будет у нас видео... Лежим дома, ничего не делают. Геленджик из окон дома. У нас, кстати, кусочек моря сбоку, она видна небольшая. Да, пойдем покажем. Свет выключи, чтобы не вырубилось. Мы в такой темени живем. Ну, я лежу, а Коля живет. Кусочек моря. Да, видно тут? Да, вон он, кусочек моря. Там, да. Наверное, там я особо не видела. Слушай, днем было лучше видно. Ну, если я надену очки, то я тоже увидел. Тут у нас пивнушка. Пивнушка? Да, до двух ночи работает. А, пиво продает. И тут постоянно... Я думала, что мужики стоят, пьют, курят. Курьевым пахнет. Ну, хотя нам сказали, что... Вон те вот заблудыги каждый день целыми днями стоят. С утра до ночи. Я сегодня с утра уходил, они там стоят. Ну, да. Вроде как сказали, что это самый центр города. Вы будете жить в самом центре, но люди какие-то тут странные ходят. Под окнами. Страшновато, жутковато. А что это вот за дерево, кто знает? Ну, это надо днем снять. Не надо загуглить, ага. Ну, такие большие иголки. Неужели кеда? По мне так сосна, наверное, какая-то. Какой-то другой вид, не то, что у нас. Ну, может, реально кеда. Хорошо. Приходите, мы вас ждем. Да, короче, мы тут ждем белых. Ты жди, а я лежат. Итак, 7 утра. И я поеду на пляж, к сожалению, один. Ирина Кича, пока не здоровится. Надеюсь, к обеду оклевается и вместе пойдем. Если вы ездите на машине, лучше приезжать там заранее-заранее. Потому что парковочных мест тут очень мало. Вот, мне повезло опять есть. Тут и припаркуюсь тогда. Так, ну, идем мы, короче, на пляж. Тут кафешки есть. Чебуречный. Чебуречная. Сейчас покажу цены на чебуреки просто. Я таких цен на чебуреки в жизни никогда не видел. Чебуречная. О, поехали. Чебуреки от 390. А, нет, вот за 340 уже. Так что едой, наверное, тоже застарится лучше с собой. Ну и, конечно, само море. Пляж, сады, морей. Просто места полежать очень мало. Тоже надо приезжать заранее, потому что места очень быстро расходятся тут. Тут мелкая галька. И очень чистое море. Вот, прескуранция. Зона повышена комфортно, я так понимаю. Переодевалки. И уже мест практически нету бесплатных. Будем искать. Море здесь гораздо чище. Чем на центра моря пляжа. Короче, тепло. Офигенно. Ну и видит. Кучка, кучка. Вид офигенно, конечно. Время 9 утра. И уже все места, которые бесплатные, как я сказать. Уже все занято битком. Притом работники пляжа не терялись. И где-то в часов 8 начали дополнительные лежаки устанавливать платные. На свободной зоне. Тут капот крепкий были. Гамп. Потому что не отдают подыхающим. Просто полежать возле моря. Так что, если планируете свой отдых на этом пляже, выезжайте заранее. Потому что места где-то к 8 уже практически негде полежать. А так пляж очень хороший. Сейчас мы сравним его с городским. В центре города. Ну и парковочных мест, как я и говорил, возле пляжа нету. К этому времени. Очень сложно будет припарковаться. Короче, пока иду я ко второму морю, ко второму пляжу. Я проголодался. Решил взять себе блин с ветчиной и сыром и кофе. Давно кофе нормального не пил. Короче, вот это вот все мне обошлось. Здесь 50 рублей. Попробуем. Выглядит очень даже не чудо. Ну вот, я перекусил. Уже подошел к морю. Отсюда выглядит, конечно, все очень хорошо. Потому что все так яркое, светлое. Абридно, да, тут красиво. До моря. Ну, сейчас подойдем и сами все увидите. Самое ужасное, что вот такие вот большие камни под водой. И в них очень кто-то подскользнулся, зацветлится. Реально вроде глубоко, а там вот на поверхности. То есть, видите, что сейчас я нахожусь. Пишусь, там будет лучше видно то, что камень находится на глубине, там, что-то говоря, 15 сантиметров под водой. А я его практически не видел. Как и лежал. Он не так. А вообще, вот такие вот рощи я решил немножко в сторону отойти. Потому что тут очень много людей. Вот, что-то проще вот такие тут. Ну, и не рощи, как это называется. Ну, короче, прикольно. Вот такие вот домики. У нас это обычно скворечники. А тут это домик для белок. Вот так вот можно сюда что-нибудь привезти. Они будут приходить и кушать. А вообще белок не видно. Вот, подходим к пляжу. Тут вот такой вот ресторан стоит. Сейчас я вам цены покажу. То, что ресторан на воде, конечно, это прикольно. Необычно. Иришка звонит. Да, Ириш? Скоро минут через 15-20. Сейчас досниму. А что, моя? А, да, конечно, конечно, иди. Все, моя? Ага, все, давай, люблю, целую тебя. Пока-пока. Так, ну все, поговорили по телефону. Так, ресторан и цены. Лесний салат с крабом. Косарь 250. Клин, блин, фобшаренький очень люблю. Перестанец. Ну, как бы цены... Самые демократичные. Ну, непосредственно, сам пляж. Вот так вот. Вода очень нравится. Это вот, там, пирс. Вот, пришел сюда, подальше от людей. И, с стороны, водец, вот так вот. Там люди продутся, которые они видят. Ну, там пляж небольшой находится. А здесь, правда, не очень. При том, что это частный пляж, я так понимаю, отеля Приморья, 4 звезды. Не знаю, до 4 звезд море для меня не дотягивает. Цены ресторана дотягивают до 4 звезд. А море, обустройство пляжа... Нет. Как-то для меня это не дотягивает. Ну, опять же, это чисто мое субъективное мнение. Никому его не навязываю. Просто, что вижу, то и говорю. О, родители звонят. Прямо утро звонков. Белка. Но, не знаю. Мам, я чуть попозже перезвоню. Ага. Белка. А у меня орехов с собой нет. Какой прикольный пляж. Вот сюда вот надо приходить на белок посмотреть. Что-то нашла. Эти пляж. Эти пляж. Бежит, бежит, бежит. С дерева на дерево. Ну, вообще, я хотел снять вот этот газон. Конечно, очень странный знак. Но белка интереснее. Вон она, кстати, тягает. Ну, я бы не сказал, что она прям боится людей. Привет, прикольный. Привет, прикольный. Привет, прикольный. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...